Ну а сегодня юный бодрый дед за 65 лет, опять же под фортепианное сопровождение, поведает вам о Палаццо Грамани Ди Сан-Лука. Это дворец в Венеции, в Сестиере, районе Сан-Марко. Расположен сам дворец, при впадении канала Святого Луки в Гранд-канал недалеко от моста Ри-Альто. Вкратце об истории. Дворец построен в традициях ренессансной архитектуры по заказу Джироламо Гримани, члена богатой и влиятельной венецианской семьи, отца Марио Гримани, Дожа Венеции, в 1556 году. Автором проекта является архитектор Микеле Сан-Микеле. Считалось, что после смерти Сан-Микеле в 1559 году дворец достраивал Джан-Джакомо де Игриджи, который добавил верхний этаж. Дворец был домом семьи Гримани до падения Венецианской республики в 1797 году. И впоследствии семья намеревалась снести его. Но новое австрийское правительство в 1805 году приобрело здание, которое было приспособлено под почтовое отделение. А уже в 1818 году палаццо перешло в государственную собственность. А затем в нем разместили апелляционный суд. Между 1972 и 1974 годами дворец был капитально отреставрирован. В настоящее же время в здании располагается апелляционный суд Венеции. Члены семьи Гримани владели восемью другими дворцами в разных эпохах Венеции, шесть из которых существует и до сих пор. Дворец Гримани Ди Сан-Лука является самым грандиозным. Его фасад производит внушительное впечатление своими размерами, пропорциями портала, окон и мощных карнизов. Композиционная схема схожа с композицией Палаццо Корнер де Лакагранде, также в районе Сан-Марко. Работы архитектора Якопо Сан-Совина 1532 года. Там построено три этажа. Ордерная разработка фасада, большие арочные окна. Мотив же арочного портала первого этажа с более низкими боковыми ассоциируется с древнеримской трехпролетной триумфальной аркой. Тот же мотив арочных окон повторяется и на втором, и на третьем этажах. Исторический декор интерьера Палаццо, к сожалению, до настоящего времени не сохранился. Своё же суждение о Палаце Гримане высказал знаменитый Джон Рёскин. Он сказал следующее. Из всех зданий Венеции, последовавших за последними пристройками к дворцу Дожей, самым благородным является дом Гримане. Он состоит из трёх этажей коринфского ордера и в то же время прост, утончён, возвышен и таких колоссальных размеров, что одни и те же здания справа и слева от него тоже в три этажа достигают только его первого уровня. Данное высказывание Джон Рёскин в Венеции произнёс в 1851 году. Ну, вкратце я вам поведал Палаццо Гримане Ди Сан-Лука и сегодня производит восхищение любителям культуры и искусства. Можно смотреть, радоваться и восхищаться. Так это всё красиво, очаровательно и великолепно. Ну вот, собственно говоря, вкратце юный бодрый дед под фортепианное сопровождение и поведал вам историю Палаца Гримане Ди Сан-Лука. Показал некоторые зарисовочки, фото и так далее. Чтобы наслаждаться всю жизнь красотой и ценить её, помните, что нужно вести здоровый образ жизни. Я постоянно буду вам об этом напоминать. Так что, господа, введите здоровый образ жизни и будет у вас счастье. Всего вам самого доброго. Не забывайте, что труд всегда украшал и закреплял и укреплял человека. Наше дело правое, победа будет за нами. А я, как всегда, с вами юный бодрый дед за 65 лет и шлю вам пламенный привет. До следующих повествований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова